Потребуем безумовного вызволения Сергея Цихановского изняття у всех бесподставных обвинавшений у супрацьего и инших затреманных особов. Сегодня с таким зворотом для белорусских уладов звернулись улады Евразвязу. Витаю вас, это Белсад Зум, для вас працюе Игорь Кулей, и сегодня у нашем выдании вы побачите. Лидеры за кратами, а ли кампания Тихановских протягивается? На сегодняшний момент команда сформирована вновь, скажем, многие люди, даже не знакомые друг с другом, нашли какой-то контакт. 20 месячных заробков для звольненного за правду лицкого фельдшера Паула Полейчика. Я даже не знаю, как это благодарить и как сказать это, но просто, правда, спасибо большое. Або двух посадили, а дома шести годовый сын. У меня могут просто сейчас собрать ребенка, подвезя под то, что я его оставила без присмотра якобы, хотя ребенок без присмотра не оставался ни на минуту. Глухая правооховная система, порушая уласные законы. Утримать уладу, про экономику забыться. Это первый случай, когда Лукашенко не то, что не хочет, он даже не может сформулировать никакую позитивную программу. Сергей Чалы про чекание одного Гаураду. Сергею Тихановскому еще сями ягонным поплешникам выставлены обиноватшин. Не по часу первого артикула 342, организация подрыхтовка денег, грубо порушающих громадский парадок. По их блогеру и всем затриманным погрожает до трех годов сняволения. На связи с нами Александр Кабанов, прессовый сократар штабу Светланы Тихановской. Господа Александр, добрый день. Скажите, як буде у таких умовах протягиваться ваша кампания? На сегодняшний момент у нас стоит задача номер один. Это подать подписные листы Центральной избирательной комиссии. Дальше будем планировать, дальше уже будут зависеть решения Центральной избирательной комиссии. Регистрируют кандидата или нет. Накольки я памятую ранее, команда Тихановского не собиралась сбирать подписи и регистроваться у якости кандидата. Нечто изменилось из того шанса? Ну так не зарегистрируешься без подписных листов. Скажем, в любом случае надо больше 100 тысяч подписей подать для регистрации. Вот первоначально у нас обсуждение, собирать подписи или нет. Или использовать эту кампанию для того, чтобы ставить пикеты и общаться с людьми. Но уже когда увидели, какое количество людей, мы не ожидали, что выборы будут такими. То есть эта кампания будет такая. Все-таки решили подавать подписные листы и регистрироваться. Стандарт Александрович, вы избираете подписи, вас региструете и что далее отбывается? По всей видимости, нас не зарегистрируют. У меня четкое понимание того, что происходит. И кандидат Тихановская на этих выборах не нужна. Вот это, на мой взгляд. Почему я так думаю? Потому что у нас идет препятствие сбору подписей. Откровенное препятствие. То есть забирают людей, которые стоят на пикетах. Забирают членов инициативной группы. Забирают координаторов. Многие уже сейчас находятся на сутках. Под различными предлогами. И у нас же по законодательству сдать подписи могут только координаторы. Которые привязаны непосредственно к каким-то территориальным участкам. И таких координатов становится все меньше и меньше. Они зачастую в судах, в ИВСах. Поэтому я не уверен, что нас зарегистрируют. И у нас уже проблема есть с подачей подписи. Потому что эти люди, которые должны были подать, задержаны. Многие из них. Сейчас мы планируем подать новые списки. Этих координаторах. Чтобы попытаться хотя бы сдать эти подписи. Правооборонцы признали Сергея Цихановского политвязням. Ну и так сама ягонная команда. Знаходится шмат, кто здесь. Знаходится зараз за кратами. Ци вы будете змагаться за их неким чином. Подключать далей правооборонцев. Можа некие международные организации. В этом направлении идет тоже достаточно большая работа. Тоже пока комментировать это не буду. Скоро все сами узнаете. Нельзя не признать той факт, что команду Сергея Цихановского позбавили у всех лидеров. И она засталася фактично без кировников. Как у таких умовах можно денежать? Что вы в штабе робите? Как организовываетесь она новым? На сегодняшний момент команда сформирована вновь, скажем так. Многие люди, даже незнакомые друг с другом, нашли какой-то контакт, нашли понимание вообще. И все потихоньку движется. Конечно же, то, что выбили, скажем, тот штаб основной, у которых были идеи, видения и так далее. Это плохо. Но я хочу заметить, что первоначально штаб Сергея и весь штаб, не было какого-то плана определенного, определенной стратегии. То есть мы отталкивались от того, что вообще происходит здесь и сейчас, чтобы дальше планировать действия. И как раз перед тем, как, ну грубо говоря, перед тем, как уже сделать какой-то более детальный обзор, аналитику и решение, как мы будем двигаться дальше, вот как раз буквально перед такой большой встречей и были задержаны люди в Гробно. Господа Александрович, у вас нема уражения, что после затримания Сергея Тихановского пикеты, колькасть людей, якая приходит на сбор подписов из ГТЧР, я не скоротился, что колькасть людей сменшилась? Я не думаю, что тут есть какая-то взаимосвязь. По одной простой причине, что самые активные люди, они пришли в первые же дни, то есть самые активные, у которых все горит там в душе. Вот они поэтому и выстрелились в эти очереди. И, естественно, люди поставили подписи, высказали свою позицию какую-то определенную, даже этим пускай. Они повторно уже не приходят, то есть приходят люди, которые не поставили подписи. Активных людей на стране не так уж и много, по большому счету, которые не боятся потерять работу, учебу. И то, что произошло, то, что сейчас происходит в пикетах, в принципе, это уже огромное достижение. Потому что, еще раз повторюсь, то, что будет именно так развиваться событие, в плане пикетов, сборов подписей, я лично не ожидал, что будет такая активность. Господа Александр, дякую вам великий за гэтую размову. Будем сачыть за развитцем падзею. А пакуль переходим до иншай темы, памятайте, недавняя заяба Александра Лукашенки про тое, что им будет пулеметами нагадывать, як расстреливать протестовцев, и про тое, что краину ее никому не отдасть. Так вот, старшиня Центральной Выборской Комиссии, Лидия Ярмушина, дала оценку гэтым словам. И когда я прочитал, ну, нават, поверить было тяжко, мне одразу узгадалася старая примуга про тое, что это у нас для ворогов закон, а для сябро у нас все. Александр Лукашенка, як гарант Конституции, обавязаны примать усе меры, утымлику и силовые, для обороны державного ладу и правопарадку, про что он эмоцийна выказался. Ваши здагадки про погрозу субъективны и не грунтуются на зместе дадзенных выступов. А зараз про маленькую перемогу по сярод мора несправедливости. 20-месячных зарубков, або больше за 15 тысяч рублей, пришло на рахунок, по сути, звольненого лидского фельдшера Паула Палейчика. Молодой человек, удельничав устрыме блогера Сергея Тихановского, после чего у него начались проблемы на праце. Еще позднее его судили и отправили за краты на тыдень часу. Але беларусы показали саправдную солидарность. Павел Палейчик с нами на Сувязи. Федер, Павел, добрый день. Здравствуйте. Скажите, для вас сталося нешиканностью то, что вас взяли и попередили, что не протягнуть вам домову, и что вам придется шукать некую иншую працу? Ну, это было ожидаемо. Я, когда, после выступления на стриме, как бы, даже тогда знал, что 100% так и закончится непродлением контракта. Вот, так что немножко даже, ну, морально, но все-таки думал до конца, что все-таки мне продлятся. Но в итоге все равно непродлили. Ну, как-то обидно стало. Просто, как бы, ни за что вроде работник нормальный, ну, как бы, средний хороший работник. И, ну, непродление контракта. Ну, это для меня было неожиданно. Вы, видите, я был, верь, не так само узрушен, и тем, что учора, кали обвестили сбор сродков на допомогу для вас, тягом, литерально, некальки година удалось собрать больше за 10 тысяч рублей для вас. А сегодня я уже глядел, там больше за 14 тысяч рублей, які будут знакированы для вас у якости. Уже 15 тысяч. Уже 15 тысяч, вы бачите, у якости допомоги. Ось, что вы отшуваете, кали бачите, вы згадаете солидарность с вами? Восхищением. Я даже не знаю, как это объяснить. Я вчера в таком был шоке, что столько поддержало меня людей. Это очень приятно. Большое всем огромное спасибо человеческое. Я даже не знаю, как отблагодарить и как сказать это. Ну, просто, правда, спасибо большое. Спасибо всем людям за оказанную помощь. Шмат кто в комментариях пишет так само, что это яскравый приклад того, что людей сегодня не покидают сам на сам с проблемами, что наводка ли хтости открыто хоша казаць про проблемы, там, не ведаю, системе ахова здоровья, эти неизгодные со своим кераунийством, эти с политикой некой, что людей не покинуть самых. Ваш приклад, это яскраво так само доводзять. Какие у вас планы, что будете далее робить, чем будете займаться, не ведаю? Ну, пока месяц до 9-го, ну, 7-го буду работать на скорой. Ну, в это время за месяц буду искать какую-нибудь работу новую. Алиц, есть у вас некие пылные планы, не ведаю? Может, думки, куда бы вы хотели идти, чем хотели бы займаться? Все же таки вы специалист, медик, у вас довольно престижная специализация. Буду пробовать где-нибудь поближе к городу, в городе Лида, искать работу. Если что-то найду, то, ну, очень хочу остаться в городе, потому что у меня здесь семья, дети и, ну, как бы, и квартира. Я не хочу никуда уезжать, в плане далеко и где-то работать. Буду тут, в городе Лида. Хочу, конечно, в медицине остаться, но, наверное, все-таки не останусь, наверное. Нигде, наверное, не устроюсь в плане медицины. Майте, на увазе, что вам не дозволят, не, дети, вы сами уже не хочете идти? Не, мне не дозволят уже. Я хотел бы, конечно, остаться на скорой и работать, но, как бы, не останусь, наверное. Меня не оставят в любом случае. Теперь история, якая абурая не только своей бесчеловечностью, але еще и тем, что заявляется нам просто вопрошением закону. 5-го червяня по дороге на працу милициантами была затрымана, а позднее осудженная в жихарка столицы Алена Лазарчик. Ей далі 12 сотняв доставили у изолятор. Ситуацию складняется тем, что ранее осудили ей нагамужа, и он так само знаходзівся у изоляторы. Только вось у дитячым садку гэты момент на их чакаў шасті гадовы сыны. Ніхто не паклапацівся про тое, кто ж будзе им займацца. Так вось у таких выпадках закон немая права затрымливаць апошнігазь батьков. Захода утрымання супрацягу мусець быць зменена на нейкую іншую. Аля вядома ў нашых судах гэтым не патекавіліся. Дамомонту, паколь трывогу не забіла дачка спадарані Алена, праваабаронцы ды журналісты. Алена Лазарчик з нами на Сувязі. Спадарані Алена, добрый день. Ці вы на пачас суду, вось калібаў суд, казалі про тое, што ў вас ёсь неполнагадовыя деці. Да, она мне задала вапрос, еслі ў вас деці несовершеннолетні, я ответила да, у меня ёсць ребёнок Лазарчук Артём, трьнадцатого гуда рождіна. І што, і судзя ніяким чынам не зареагавала на гэта? Тобок яна ўсё ровно вам дала... Ну, как бы она приняла, так сведзінію, ну і все. На этом разговор окончился на эту тему. Пры гэтым, ўжо на гэтый момант, ваш муш так сама знаходзіўся, наколькі я разумею, так сама був затрыманы і знаходзіўся в ізоляторі? Його задержали 3-го числа утром, наверное, 9-го часов 12, по крайній мере, телефон стал не отвечати с этого времени. І ў його був суд 4-го числа, 14-30, московський суд. Насколько це известно мені. Тобок, коли вас, я не веду, я вже після суда везли у ізолятор, вы так само не спробували никому сказати, що вас зісталось дзі одно, що нема... Я позвоніла дочке, сказала їй, що мене арістовали, що їй надо забрать маленького, отвезти її к дзіду, к бабе, на дачу, потому що дзіваць мені его некуда, я ж в сімі сіжу. Ну, ана сказала, да, хорошо, я это сделаю. Менты у мене быстренько отабрали телефон, що більше нікуда не позвоніла. Ну, і на этом все закончилось. Господаря Олена, що будете зараз робіць, коли вам замінили гэты сотні на штраф, що тепер будете робіць з гэтым? Ну, якщо відкровенна, я б краще відсидела. Учитывая то, що дзвінка я благополучно пристроила, я б краще відсидела. У мене просто немає таких дзенег. Тобто не будете спробувати скарги, ніки писати на Міністерство внутріх справ? Це совершенно бессмысленне заняття. Тим більше, що я можу зробити себе хуже, дзвінка одного я не оставляла. На момент моєго ареста дзвінок знаходиться в детському саду. Після того, як мене арестовали, я сразу же позвонила дочке, попросила забрать. Дочка совершенно дзвінка, їй 23 роки. Тому за ребенком присматрився она вполне в состоянии. Після чого она його забрала і відвезла к родителям на дачу. Так що без присмотра ребенок не оставался. Якщо хтось не знає ситуацію, то не треба писати коментарію в інтернеті, що якобу я безответственна мать, чи таку. Коли ви сказали у ізоляторі, що у вас залишався маленький сон, і вони почали там ворушитися, як вас випустити. Я не говорила це в ізоляторі. Це вони самі знали яким-то образом, тому що говорити, я ще раз повторяю, імея на руках відчинення суда, якби було абсолютно бессмыслено. Началося це все зі зі чого, що Марина, дочка моя, почала мене розыскивати. Она званила в ЦИП, она званила в ВВС, она званила в РОФ. Ее везде посылали лесом, грубо говоря. То есть у нас таких нет, ми нічого не знаємо, а ви в морге в больниці звонили, а можливо, якщо вона п'янає була. На що Марина говорить, во-первых, вона вообще не п'є, во-вторых, вона була на роботі. То есть, извините, яка она могла бути п'янає, дранає, там ще какая. Не говорити в ерунду всяку, її забрали менты. Ну і, в общем, їй везде наврали, що якби мене немає. Потім она стала званити справозащитникам, потім вони вже стали званити журналистам, потім, наконец, їй ответили, що я сижу в ЦИПі, хоча я сиділа на ВВС. В общем, і така вот ситуація. Сподіваюся, Алена, дякую за те, що розповіли про те, що, звичайно, історія жахливая. Я хочу щас ще обратитися к людям, якщо можна, ко всім людям, хто мене зараз на даний момент слухає. В-первых, хочу сказати большое спасибо тем, хто за мене боролся, хочу сказати большое спасибо всем людям, хто зараз помогає заключенним, хто посылає їм передачи, хто бореться за їх свободу. І хочу обратитися ко всім остальним, що люди, не думайте, що таке може случиться только со мною или там ще с кем-то. Таке случиться в любому з вас, в любой момент на самом деле, потому що це і власне на вас просто по-барабану, извините. Вас могут схватись, непонятно в чому обвинить, не обязательно по-политической статье, а може быть по чому угодно, по-уголовній, по-административній. І да, ви будете сидеть, ваші родственники не будуть нічого знати о том, де ви знаходитеся, і будуть волноватися, а їм, в общем-то, буде все равно. Поэтому люди, я хочу сказати то, що вже просто він довел страну до ручки, превратила її в огромный колхоз, превратила її в тюрьму, я не знаю. Так дальше жить нельзя, поэтому надо бороться, надо выходить, надо что-то делать, надо присоединяться щас к людям, которые стоят в пикетах. І не надо бояться, що він кого-то посадить. Да, може быть, і посадить, але всіх він не пересажає. І то, що він починає заявляти, що якоби він буде стріляти, с чуть ли не відкритим текстом, так хочу сказати, на такого стріляка найдеться право, йому тож можуть неплохо так по усаму стріляти, таракам. В общем, стоп таракам. Будьте с нами, вместе мы победили, я надеюсь. Дякую великість падарня Алена за гадую размогу, дякую, што раз павеліўся, трымайтеся, калі ласка, всього вам добрага. Бось ўжу некалькі дзён наша країна жыве з новым урадам. За два месіцы до выборов Александр Лукашенко вырышу ператасаваць калоду сваїх кадров. Больш людзей ў пагонах, менш тых, хто хацеў пераменаў. Чаму так? Так мы вышли і запиталися про гэта на вулицах нашей столицы. Нету желания мирным путём проводить честные эти выборы. Как бы 45-й год, бункер, Гитлер, последние дни, надо што-то делать. Наверно, он хоче цявить о перспективе, то есть показать, каким он видит правительство уже после выборов. Может быть, это тоже часть предвыборной программы. Сейчас ничго не понятно. Ни его действий, ни что он творит. То есть тут вот захотел, он вот так проснулся, ему приснилось. Вот и всё. Последний козырь в руке – это силовой блок, разыгрывание вот этой вот силовой карты, нагнетание атмосферы. Других-то козырений осталось. Экономика не радует. По-моему, техническое какое-то правительство там особо. Ничего оно не изменит. Один человек руководит в стране. Наверное, потому что допустили ошибку 26 лет назад. Поэтому сейчас у нас такое вот творится беспредел в стране. Дворится народа, что пойдут вон подымут, пойдут силы на него. Вот, наверное, себе для этого ищут. Ставят защитников. А у вас на прасам урат и чаго от яго шакать. Паразмавляем с экономистом Сергеем Чалым. Господа Сергея, добрый день. Добрый день. Вот в своем недавнем артыкуле вы назвали белорусскую, вот этот новый урат войсковым уратом опошных джон диктатуры. Вы можете подробязнь раскрыть свою идею? Чому так? Ну, почему последний день? Потому что в принципе это первый случай, когда Лукашенко не то, что не хочет, он даже не может сформулировать никакую позитивную программу относительно того, что он может предложить по поводу ближайших пяти лет, если он там каким-то образом снова окажется президентом. Уже в пятнадцатом году ему не очень хотелось эту кампанию вести, но сейчас он вынужден это делать, а оказывается, что он оказался в достаточно такой безвыходной ситуации. То есть купить население нечем, потому что денег нет и экономика находится в очень тяжелом положении, она не продвинулась за десять лет последних. Те же самые пятьсот долларов до сих пор являются недостижимым и средним. Вот, поэтому смена правительства была названа как мол, вот смотрите, кого я назначу и вы поймете, какова моя предвыборная программа. На это наложилось осознание им того, что он электронного преимущества на этих выборах не имеет и это вызвало в общем такую довольно нервную реакцию, суть которой в общем довольно четко этим составом правительства объявлено. То есть усиливаются позиции КГБ, усиливаются позиции людей, которые отвечают за безопасность и выброшены из правительства Максим Ермолович, министр финансов и Сергей Румас, которые в принципе понимали, что это были те самые люди, которые вместе с главой Национального банка называли ну что ли Dream Team, то есть люди, которые самого передового мышления в стране. Вот они оказались не нужны, а нужны исполнители, мне нужны безопасники, мне нужны люди, имеющие контакт с эмиратами и военно-промышленным комплексом. Логика такая, что хватит этих, ну как президент называет теоретиков, но на самом деле людей, которые собственно реформаторы не были, а он хочет каких-то волшебных решений, которые найдутся от земли. У него эта фраза от земли во время этого совещания по представлению состава правительства было повторено я не знаю раз в шесть наверное. Вот, основная суть экономической программы заключается очень простая. Я сам не знаю что делать, значит я туда себе в правительство беру людей, которые будут заниматься экспертизой того, что возможно мне нарисует правительство и представит парламент. То бишь это такая экономическая программа надежды на чудо и поручение правительства это пойди туда не знаю куда, найди то не знаю что, но только никаких реформ не делайте и так далее. Шакать неких отсюда в момент когда в свете вот эта пандемия коронавируса скраншается сусветный вуп, люди губляют працу, в Беларуси над суд спадзеваться так само, не максимально лишь выше, что будет новый урат. Ну да, но на самом деле к сожалению политика экономическая сейчас это и есть ожидание какого-то чуда. Ну может быть внезапно мировая экономика снова начнет предъявлять спрос на наши товары, может быть внезапно там Россия договорится с нами о цене на газ, хотя она там подает сигналы, которые могут быть восприняты как ну мы может быть со страной договоримся, но уже там например с другим президентом или что-то еще в этом духе. То есть содержательной программы нет. То, что было написано циркулирует в нашей НИВе вот как сказать каким-то шпионским способом полученные документы, докладная записка, которую писала Наталья Качанова президенту о состоянии экономики и что предлагается, то там в общем возврат ко всему тому, всем тем глупостям, которые мы когда-то в нулевых годах там десятых делали и от которых в принципе благополучно отказались после кризиса 15-16 годов. То есть это возврат к тому, чтобы к ручному управлению экономики, снова импортозамещению, снова к поддержке отечественных производителей и плюс еще и давайте вот эта вот идея как сказать холдингов, которая у нас работала в разных отраслях, давайте мы присоединим, не будем реформировать убыточные предприятия или отрасли, а будем присоединять их пока еще прибыльно, но результатом этого становилось то, что мертвые не выздоравливали, а здоровые начинали болеть. А теперь нашли последнюю отрасль, которая с точки зрения этих вот странных людей она еще прибыльна, это банковская давайте обяжем банки входить в капитал вот этих самых предприятий, которых нужно спасать, ну это в общем совершенно безумная идея, она противоречит напрямую и самой идее банков и усталую МВФ, ну в общем очень такая совершенно мобилизационная экономика каких-то экстренных мер, но понятно, что она на самом деле работать не будет. И вы знаете, если такую аналогию вам привести, это примерно как появление Андропова в последние годы Советского Союза. Советская экономика не работает, давайте попробуем ее еще раз каким-то образом вот так мобилизационно подтолкнуть. Понятно, что это не работает, понятно, что без серьезных реформ ничего не будет, но как бы курс задан очень точно, то есть не будет реформ, не будет серьезных свобод и в общем будет ручное управление, вот о чем речь. Но вы в своем артыкуле пишете, что это урат опошних джен диктатуры. Чему опошних? Есть у вас некое отшувание, что это все закончится, диктатура и Александр Лукашенко станет рыночным демократом? Нет, ну понимаете, может... Нет, Дело в том, что очень много ходит фраз о том, что вот после выборов как раз начнутся реформы. Я примерно такое же слышал еще и в 15-м году. Но помню, чем это закончилось, когда инаугурация Лукашенко состоялась, он буквально тут же сказал, какие реформы меня не для этого избирали, вот вас изберут, вы будете реформы проводить. Ну это, видимо, то, что сейчас пытаются делать. Этот месседж был понял и понят, и это пытаются сейчас делать другие кандидаты на этих выборах. Вот. А Лукашенко уже, в общем-то, знаете, как есть такая английская поговорка, старый постановых трюков не учит. Если ты всем своим 26-летним периодом показал, что никакие реформы ты делать не будешь, откуда вдруг возьмется это желание? Больше того, апологеты авторитарной модернизации забывают, что у нас авторитарная модернизация состоялась. Она проводилась много лет, примерно начиная с 2010 года и закончилась 2015, закончилась тем, что, в общем, как проводили, так и получили. Эти предприятия имеют огромные валютные долги, бюджету они прибыли не приносят, а постоянно получают от них дотации. То есть, я к чему, что авторитарная модернизация дает результаты, иногда блестящие результаты, в очень редком количестве случаев. В большинстве случаев вот получается то, что получилось у нас. Никакой другой еще авторитарной модернизации проводить уже некуда, потому что как бы нет ни доверия населения к власти, нет ни ресурсов в этой самой власти. И в этом смысле, почему я говорю, что это последние дни, потому что, ну, можно сказать так достаточно образно, но смысл в том, что некуда дальше этому режиму эволюционировать. То есть, он постепенно пришел к тому, что экономику довел до ручки, потерял социальную базу свою, и, в общем, непонятно, что будет делать эта власть, даже если она останется, да, то бишь, ну, опять же, как говоришь, нелюбимым народом и неработающей экономикой. Господин Сергей, дякую великий за гэта комментарий. Нагадаю, Сергей Чалы, ведомый белорусский экономист, был с нами на субязи. Гэта была опошняя на сегодня размова. Белсат рамки. Анастазия мне помогает. Я сама. Я на траву. Доброе. Гэта база до того, как пшчалы неюли, где робить мед. Все. Я. Как смакует мед, ведает кожный, а лети складаная его сдобыть. Отказу мы шукали у падляским воеводстве Больши. У везцы Дубины каля Гайнауки живет мясцовый Беларус Павел Вошчанка. У штудзённым житти керавник продукции телебача не Белсат. А пасля праце и у выходные аматор пчалярства. Доброе. 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 Воззбища от пшчала вода ухудшить вошчинка. А это по украинску обозначает вошк, який уставляем у рамку. Настасия, худко, худко. Докискай. Усю. Не мая, что вошк. Два trouble уехал, можно сказать, терминовал, вучился, а потом два года назад уже имели свои первые пчелы, а в этом году уже имели 12 волос в трех разных местах. Ну, такая же пчелка можно сказать, пол-аматарская. Главное обстановление пчеларя – это рукавицы за 10 долларов, за 3 долларов – мячолка, за 2 долларов – догота, за 10 долларов – дымарка. У меня пчеларя – это паро з нами. Может быть от трехсот, а можем заплатить за саму одну матку за трехсот долларов. На гроши не различаю. Это у себя хобби. Заняток, после работы, отдых. Когда ты делаешь волос, сердце спокойное. У себя рухи становятся пленными, спокойными. Ты глядишь на пчелы. Ты глядишь на пчеларе. И когда ты ходишь, уже нужно уехать от 2 лет. У меня не пчеларя есть матки арпейка Прима и ангельские пчелы Бакфаст. Когда я еще лучше пчеларя, как для меня не пчеларя, это средняя европейская пчеларя. Я найчемнее пчеларя, Бакфаста, желчее пчеларя. Альпейка такая. На приходу сама у себя. Когда пчеларя, уже узнаешь, что она. Пчеларя раз на неделю, раз на неделю. На начале, раз на 20 неделю. Это такой принцип. Когда пчеларя выходит зрои, когда их нужно будет глядать, это одна неделя на минимум месяц, на одну семью. Нужно ее предоставить. Одну неделю делим так само на зимовый период, когда ты рахтаешься до новых сезонов. Треба тебе подректовать рамки. Вашчину затопить. Так само некий ул подмаловать, под reparовать. Ну, это такое дополнительное занятие. Несамые пчелы. Папа! Так. Что там? Дюза. Ха-ха-ха-ха. Ты ждешь? У меня такие домашние. У меня нет такой працовни, но думаю, что на домашние потребности не хватает на 100%. Это весенная медь у всех деревьев с садом, с маучей. Это крышка будет рапс и шмот хвитовый. Весенную медь. Шибко. Мужи быть. Зараз я шибко вам покраду и кровью. Давай, Анастасия. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы nuts. Выраб готовый оценить самый важный контролер якости – Паула Водачка. Сладко. Сладко, сладко. На время. А поесть отрожки? Так что отрожки можешь. Сладко. Сладко. С вами девайс на Белсатя и ближайшими хвилинами про технологии, які розным чином допомагают подчас пандемии. Бубны и шмат музычных инструментов. Мы у Менским офисе белорусско-британской компании «ГИСМАРТ». Компания, якая распроцовывая гиперказуальные гульни, придумала платформу, что допоможе музыкам, які стратили махчымасть ладить живые выступы про скоронавирус, зараблять на мобильных гиперказуальных гульнях. Самое главное – это тем или иным образом интегрировать музыканта в игру. Это может быть все, что угодно, и обсуждаться будет индивидуально с каждым артистом. Но что это может быть? Это либо его визуальный образ, то есть создание какого-то героя на основе его, да, то есть визуального имиджа, либо это использование его музыки. Ставка на мобильные гиперказуальные гульни робится не здарма, поводля известных компаний, что месяц во всем свете простые и колеровые мобильные гульни генеруют больше миллиардов запампований, а каждый корыстальник у среднем проглядает и пяти рекламных блоков, которые выскокуются подчас забавы. Эти рекламные блоки станут основным локомотивом просовывания контенту музыков, альбомов сингла у тех, как теперь стало актуально подчас коронавирусу, когда концерты заборонены, выступал онлайн. Поэтому мы приглашаем музыкантов со всего мира в нашу партнерскую программу, и она доступна абсолютно всем, в том числе, конечно, и белорусским музыкантам, и музыкантам из стран СНГ. Партнерская программа будет цикавая музычным фанатам, бо створяя совсем новую и альтернативную пляцоку для коммуникации про сгульни. А про чанновые идеи и инши мобильный додаток компании для створения музыки Beatmaker Go днями выбился у лидеры чарту App of the Day у Великой Британии и Ирланды. Beatmaker Go — это приложение, которое существует уже около четырех лет. За четыре года оно собрало аудиторию почти 40 миллионов человек и заработало более 40 миллионов долларов за все это время. В чем суть приложения? Это приложение для создания электронной музыки. В приложении есть саундпаки и огромная онлайн-библиотека, то есть пользователь может выбрать либо готовую записанную музыку и составить из нее композицию, либо выбрать из онлайн-библиотеки. А кроме гэта гэмаецца махчымасть записывать голос, подкладать яго на музыку и экспортовать от рыманы трек App of the Day, гэта штуденная подборка от компании Apple, дзе яны сами абираюць самое корыстное на их погляд программы. Каб потрапить у рейтинг, треба не только иметь якосный мобильный додаток, а лей приносить реальную корысть громадству. Цепер у компании G-Smart працует больше за 320 человек, ёсць офисы у Мянску, Киеве, Пекине и Лондоне. У 2020 годзі компанія таксама трапіла у рейтинг Financial Times у шастерку самых бурна растучых бізнесаў Європы. Навукулцы з Ирландскага національнага універсатэту у Голуэй стварылі бізпілотнік для стерилізаціі памяшканню і розных громадскіх месців. Для гэтага на борця літакам маюцца ультрафіолетавые лямпы. Мы чакаем, што макшымаці дронаў могыць быць цалкам выкарыстына на Ямальўа ўсіх громадскіх месцах – ў кавярлях, на касах, ў кандлёвых центрах, ў терміналах аэропортава, таксама ў пакоях для адпачынку. Дрон можна выкарыставаць паўсюль. Гэта фантастычна. Аднак ёсць обмежаваннім. Прылада змагаецца з вірусам толькі ўначчы. І там, дзе нема людзей, бо ультрафіолет таксама небезпечна для скуры чалавека. Па задумі каманды створальнікаў, дрон будзе ўключацца ў начныя гадзіны і праходзіць зададзіны маршрут. Напрыклад, на станція метро. Ультрафіолет лічыцца экалагічна чыстым сродкам барадзьбы з вірусамі, ўпараўнані з іншымі хімічнымі метадамі.